Здравствуйте, это проект Разночтение, здесь мы с вами говорим о книгах. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. Она родилась в 1889 году в Одессе. И, конечно, Анна Ахматова не просто поэт, это одна из самых значимых фигур в литературе 20 века. Ну а для нас это лучший повод поговорить о книгах, рассказать о том, какие издания есть в фонде Центральной городской библиотеки. Их большое количество. И как раз в эти дни в отделе обслуживания работает выставка «Муза Серебряного века». Вы можете прийти, посмотреть, там очень много книг о жизни и творчестве Анны Ахматовой, ну и, конечно, сборники ее поэзии. А сегодня я расскажу вам и покажу лишь малую часть того, что у нас есть. И первая книга, о которой мне, конечно, хочется рассказать, это записки об Анне Ахматовой, автор Лидия Корнеевна Чуковская. Дружба Анны Ахматовой и Лидии Чуковской сложилась в 1938 году, когда они стояли в очередях в ленинградскую тюрьму. У Анны Ахматовой был арестован сын Лев Гумилев, а Лидия Чуковская тогда еще не знала о смерти мужа. Она в записках пишет, что 10 лет без права переписки мы не знали, что это синоним расстрела. И вот они вместе почти ежедневно бывали в этих очередях, общались, очень много разговаривали. И Лидия Корнеевна пишет, что фамилии Сталина и Ижова в наших разговорах звучали ничуть не реже, чем фамилии Мадильяне, Розанова, Гиппиус. Но об арестах, об обысках, о новостях каких-то тюремных Лидия Корнеевна в своих записках не писала. Она писала только об их разговорах о литературе, об искусстве, какие-то бытовые вещи описывала, потому что она боялась настолько вот даже записывать эти разговоры. И иногда даже и говорить об этом нельзя было вслух. Они только писали что-то на бумаге, передавали друг другу, и потом эти бумажки сжигали. Она боялась вот этими записками даже вот это относительное благополучие Анны Андреевны Ахматовой разрушить и поставить под удар ее свободу и даже жизнь. И уже после смерти Анны Ахматовой в 1966 году Лидия Чуковская начала разбирать свои записки, систематизировать и поняла, что это, конечно, очень ценный материал для книги. Но в России эта книга не могла быть издана даже тогда, после смерти Ахматовой. Впервые первый том записок об Анне Ахматовой был опубликован в 1976 году в Париже. Вскоре вышли еще два тома, к 80-му году уже вышли второй и третий тома. И они были переведены на английский, итальянский, польский, французский, голландский языки. И только на родине об этой книге еще ничего практически не знали. Только в 1989 году в России вышла книга «Записки об Анне Ахматовой». Опубликовал первый том журнал «Нева». Вскоре были опубликованы еще два тома, и за этот труд Лидия Корнеевна Чуковская была удостоена государственной премии. У нас в библиотеке, в фонде есть трехтомник «Записки об Анне Ахматовой». Очень рекомендую. Еще одна книга, которая есть у нас в фонде, о которой я, конечно, не могу не рассказать, это книга «Рассказы о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана. Анатолий Найман познакомился с Анной Ахматовой в 1959 году. Ему было всего 23 года. Он был юным мальчишкой, начинающим поэтом. И как он сам пишет, ему очень хотелось познакомиться с Анной Андреевной Ахматовой. Она жила тогда в Комарово, в своей будке. И впервые он туда приехал и очень хотел прочитать ей свои стихи. И, конечно, очень ему хотелось, чтобы они ей понравились. Этой встрече он не был разочарован. Он вышел тогда впервые от нее, наверное, в таком не совсем вменяемом состоянии, как рассказали ему потом свидетели. А вскоре он стал ее литературным секретарем. И семь лет до смерти Анны Ахматовой он очень много работал с ней, помогал ей в поэтических зарубежных переводах. Именно ими тогда Анна Андреевна и жила. Это не сборник небольших рассказов. Это одно произведение. Здесь нет какой-то хронологии. Это рассуждения, воспоминания, обрывки разговоров. Кроме того, в этом же издании содержатся приложения. Важные приложения — это документы эпохи, воспоминания современников, очень различные оценки творчества Анны Ахматовой. Здесь есть и письма о русской поэзии Николая Гумилева и постановления, выступления Жданова 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», где он заклеймил творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, после чего их изгнали из союза писателей. Вообще книг о жизни и творчестве Анны Ахматовой очень много, но нет одного какого-то жизнеописания. Чаще всего книги рассказывают о каком-то определенном моменте судьбы Анны Ахматовой или о каком-то аспекте творчества. Вот есть, например, книга Ирины Вербловской «Петербург Анны Ахматовой». Есть книга, если вас интересуют романтические отношения, романтическая история отношений Анны Ахматовой и Амидео Мадельяне, есть книга Бориса Носика у нас в фонде. Но полного жизнеописания Анны Ахматовой до сих пор не создано. Предпринимались попытки создать биографию Анны Ахматовой. Есть биография, которая называется Анна Ахматова, ее написала британская писательница Элен Файнштейн. Но согласитесь, когда речь идет о наших любимых классиках, о наших любимых поэтах, писателях, мы не очень доверяем иностранцам, нам все-таки хочется, чтобы это было исследование нашего соотечественника. И такая попытка тоже предпринималась. Есть биография, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», ее создала Светлана Алексеевна Коваленко. Но, к сожалению, эта биография, этот труд не был закончен. Светлана Алексеевна ушла из жизни и рукопись осталась на ее столе. Редакторы взяли на себя ответственность, они собрали рукопись, обработали ее и издали. Это начало подробной биографии. Светлана Алексеевна — это известный исследователь жизни и творчества Анны Ахматовой. И у нее, конечно, такой скрупулезный подход, пишет ли она о предках Анны Ахматовой или пишет о гимназических годах. В любом случае она разбирает максимальное количество источников, она приводит очень много ссылок на все возможные статьи, на все возможные воспоминания. И вот из такой мозаики складывается, конечно, биография. Но, к сожалению, эта книга не была закончена. Тем не менее, для любителей творчества Анны Ахматовой она, конечно, представляет интерес. Это только малая часть того, что есть у нас в фонде центральной городской библиотеки. Приходите, выбирайте, читайте. Всего самого доброго. До встречи.